Испанская тортилья или я художник и я так вижу? Похоже? Сейчас я нахожусь в цыганском районе Малги, Лас-Лагунис. Сегодня я вам расскажу, почему он так называется. Мы прогуляемся, действительно он такой неблагополучный и небезопасный. И какие тут красивые граффити. Посмотрите на эту девушку в образе Пламенко. Кстати, это совсем собирательный образ, а не конкретная какая-то женщина. Но сегодня я вам также покажу примеры малагийцев, которые здесь изображены очень много известных и разные интересные факты. А также, где находится этот район. Ну что, пойдем погружаться в искусство? Поехали! Гуляя по этому району, конечно же, можно встретить и цыган. Вон за мной идут парни, играют на гитаре, в пижамах, в тапочках домашних. Это вообще типичная их одежда. Такой встречаешь на улице, может в автобусы зайти. Так как это он хоть, как говорят, бывший. Нет, он так и остался в цыганском районе, только стал более приличным. И за мной вы видите тоже огромное количество граффити. Это сейчас район превратился в такой арт-объект. Тут очень много появилось различных арт-пространств. То есть не только граффити на стенах города, но также различные культурные центры. Там я обнаружила уже и книжный магазин, есть матерская велосипедов очень такая вот индичная. Есть культурные центры. Сейчас я вам покажу один из них, в котором проходят различные мероприятия. Как там Бразильская ночь, свинка, театр импровизации и остальное. Я про него уже давно слышала. Сама, к сожалению, еще ни разу не была. Но если вам такое интересно, то приходите. И днем тут абсолютно безопасно. Раньше туристы здесь вообще не ходили. Но сейчас я заметила. То есть я снимала видео про этот район где-то три года назад. И я вижу, как тут он все больше и больше оживает. Много уже ходят туристов, обычных испанцев. Да, он такой район не супер красивый. В обычном понимании нет такой архитектуры. Да, старые испанские дома, многие разрушенные. Но он такой очень артистичный и аутентичный. Если вам такое интересно, то посетите. Где располагается этот район? С одной стороны вот улица Виктория. И оттуда вид уже на гору, где находятся две крепости Аль-Касаба и Хибральфар. А с другой стороны, если туда пройти за зданиями, там находится площадь Милосердия, Даля Мерсет. Где находится все, что связано с Пикассо. То есть фактически он находится в таком квадрате, этот район. Удивительно, но эта площадь называется Площадью Надежды. Пласса Эсперанца. И здесь есть даже время игры. Летом можно до 10 вечера, а зимой до 8 вечера гулять. Тут точно только надо надеяться. Вот эти очень безопасно расположенные провода. Все такое полуразрушенное. Пока никого желающих не отыграть. И вот рядом с этой площадью Эсперанца находится первый арт-объект. Арт-пространство, которое называется Ля Поливаленте. Вот даже программа на ноябрь, которая есть. Можете заглянуть к ним на сайт. Сейчас он закрыт. То есть только вечером открывается. И рядом с этим пространством вот такое граффити. Джаконда, я бы сказала. И один из самых известных граффитистов Малаги Дохер. Он вообще сам родом из Сарагоссо. И раньше жил между двумя городами. Сарагоссо и Малага. Очень много граффити он оставил в Малаге. Но я слышала информацию, что он хотел вообще закончить. Рисовать. Потому что это очень опасное искусство. И настолько оно не оплачивается. Вот еще одно его творение. Девушка еще выглядит симпатично. Многие граффити со временем уже сверху портят. Изрисовывают непонятно чем. Вы как видите, краска и со ступенек стирается. Что-то тут меняется. Что-то наоборот приходит в негодность. Можете, в принципе, сравнить с моим прошлым видео. Район вообще, в принципе, стоит для того, чтобы его посетить. В чем особенность Испании, что очень часто можно встретить граффити или еще какие-то надписи, связанные с феминизмом. Это 8М. Это значит от Чудо Марса. То есть 8 марта. День феминизма. И именно фиолетовый цвет. Это символ также феминизма. Еще один из известных граффитистов этого района – теннис. Вообще, в целом, как произошло украшение этого района граффити. Раньше он был абсолютно безобразный и небезопасный. И в какой-то момент администрация города вложила деньги, собрала много различных артистов, граффитистов. Причем не только испанских и международных, которые украсили этот район. Я считаю, это отличное решение. И, как вы видите, как раз мне попались жители этого района. Цыгане. Их можно сразу определить по одежде. Это тоже теннис. Песик уже пострадал. Раньше он был симпатичнее. Когда подашь в этот район, как будто, не знаю, наверно, век назад. Центр Малги, он все-таки другой. Но в целом, это как обычный район. Вот он, центр здравоохранения, то есть поликлиника. Со всех окон, вы, может, не слышите, но я слышу фламенко. Вот прям, что его характеризует. Все-таки, как он был цыганским, так и он остался. А вот еще культурная ассоциация. Называется Фантазия Лагуниес. Как ее симпатично украсили. И я вам еще не сказала, почему этот район... Кстати, этот район очень шумный. Невозможно. Постоянно ездят машины, мотоциклы. И очень сложно снимать для вас видео. Так почему же называется этот район Лас-Лагуниес? Как вы видите, слово Лагуниес очень похоже на слово Лагуна. На испанском, значит, то же самое. То есть раньше тут было много Лагуниес. И вот как выглядит с другой стороны этот центр культурный. Достаточно ярко. Каких только ассоциаций нет в этом районе. Вот ассоциация велосипедистов. То есть те, кто предпочитают ездить на велосипеде. И тоже это граффетист Дохер. Также у них есть и ассоциация глухонемых. Тут очень много разных ассоциаций. Вот отделение правительства района. Так что в целом тут есть все признаки обычного района. Хотя он, конечно, совсем необычный. первый раз вижу, когда одновременно киоск является и лотерейным, и табачным, где можно купить билеты на автобусы, например. Кстати, скоро новогодняя лотерея, точнее, рождественская в Испании, которая является одной известной в мире. Я о ней даже снимала видео. И не переключайтесь, я также вам сегодня покажу, как Малго готовится к Рождеству и Новому году. Вот так же в темах феминизма в граффити. Прямо за мной находится одно из самых известных граффити этого района. За ним лежит очень грустная эмоциональная история, за которой следила вся Испания и не только провинция Малага. Это граффити посвящено молодому парню Пабло Раес. Ему было всего 20 лет, когда он умер от лекемии. Он очень был оптимистичным и боролся. Сейчас тут не видно из-за деревьев. На его футболке написано «семь при фуэр», то есть «всегда сильный». Это было его девисом. Благодаря нему было организовано внимание к тому, что нужно искать доноров. И он, благодаря его стараниям, увеличился в 4 раза донорство в Андалусии. Он с ним сотрудничали, я знаю, даже спортивные марки. Он ездил в Лондон. Я уже не ошибаюсь, я смотрела про него фильм. Там то ли най, то ли дас, я могу ошибиться. То есть какая-то спортивная, очень известная марка. Ему реально очень много людей помогало. Но, к сожалению, болезнь его поборола. И совсем недавно тоже один известный малагийский комик Даня Равирова, он не только комик, он еще и актер, прекрасный человек. Он тоже боролся с раком буквально пару лет назад. И был вдохновлен этим молодым парнем «семь при фуэрте». К счастью, он его победил. И вот каждый год мы ходим на его шоу в Малаге. Он отстраивает в конце декабря юмористические шоу. То есть если у вас хорошие уровни испанского, не ниже Б2, то можете тоже ходить, потому что это всегда юмористично, это очень весело, очень интересно. И понимаешь, именно Минкетет не просто испанцев, малагийцев. Последний раз он приезжал с комиком из Мадрида. Было такие шуточки про Мадрид и Малагу. Было очень-очень интересно. В этот раз тоже-тоже будет. Здесь также изображено граффити. Но, кстати, достаточно свежее. Когда я снимала три года назад, его не было. Это делал теннис. Там девушка в каком-то таком с фиолетовыми волосами в мексиканском стиле. Это вообще очень новая граффити. Я вижу, часть граффити исчезает, часть граффити портит. Мне очень жалко, потому что есть очень-очень красивые реальные искусства под открытым небом. И если вам нравится, то обязательно посетите этот район. Вот это, кстати, известный магазин, как можно его назвать, да, где продают курочку жареную пояса садов. И написано, что она основана в 71 году. То есть ему уже 52 года. И в чем плюс этого района, если в Малке есть реально ужасный район до сих пор Пальма-Пальмия, в котором все-таки небезопасно так снимать, как я сейчас хожу, снимаю спокойно с камеры, все меня видят, то здесь все поприлично. Скорее всего, вечером, возможно, что-то еще есть, какие-то незаконные вещи. Но в целом достаточно спокойно. Кстати, про небезопасные районы, какие опасные в Испании и вообще в других странах мира. Есть очень известный блогер, ютубер, он итальянец, но все ведет на испанском. Он снимал Пальма-Пальмия и еще там один район тоже неблагополучный в Малаге. То есть, если есть желание, можно посмотреть, как он выглядит. я по нему никогда не гуляла, мы только рядом проезжали. Что заметила в этот раз? Вы видите, очень-очень много строки. Такого раньше не было. Тем более, снимала во времена пандемии. Конечно, район был более спокойный. сейчас он очень живой. А вот эта стена белая, ну, уже с небольшими надписями, она раньше была вся в граффити и сейчас уже ничего, все закрасили. Смотри, тут тоже все стерли. Я помню, какой там граффити был ужасный с кедами и с большими тараканами, которые типичны для Испании. Но вот этот закоулок еще не перекрасили. Это похоже, как дети рисовали. Вроде бы она была раньше по-другому выглядела. Похоже, здесь живут, посмотрите. Там вещи взят, дверь открыта, детская что-то. счетчики есть. Запах специфический. Кстати, очень частая история по этому району очень часто замечала то, что лучше Малага, то есть борьба за Малагу. Они все время пишут, что Малага не продается на район Лас-Лагунинес. Потому что я так вижу, что его пытаются менять. Вот видите, уже новые здания устраивают, преобразуют. Наверное, со времени вот эти все здания исчезнут из истории и останутся только в моих видео. Вы можете смотреть, как он менялся. вот здесь стройка, тут явно что будет уже что-то новое. И это уже преобразовали, выглядит прям как апартаменты, отель. А вот здесь пока еще такой разрушенный, такой несуразный. Мне же не верится, что из него сделают конфетку. Хотя, похоже, со временем реально либо снесут, либо преобразуют все эти дома. Вот только что они будут делать с цыганами. Мне интересно. Либо есть такая вещь в Испании, ну, по крайней мере, в Малаге, то, что, чтобы они не скапливались в одных местах, их расселяют. Ну, так произошло вот в Пальмпальме, это прям реальный район, да, цыганский. Также даже в районе Теотинос есть одно здание, в котором живут цыгане. То есть их разрезоточили по всему городу, чтобы не было скоплений. То есть вы видите, вот курсы искусства, курсы арты. Реально ты посещаешь и сейчас это выглядит как уже такое арт-пространство, даже уже его цыганским районом полностью не назовешь, как они тут живут. Это очень-очень красиво. Хочется, чтобы днем сохранилась какая-то аутентичность. Если все будет такое прилизанное, портаменты, все гладенькое, выбеленное, он потеряет свою изюминку. Это реально необычный район. Если вы тут были, расскажите, как вам тут понравилось, а также смотрев мои видео, напишите, какое граффити вас больше всего зацепило. Тут, конечно, такие разные и политические послания, Астакеля полиси нас сыпали до момента, как нас полиция разделит, разлучит. И вот такие вещи, как типа конверт, на котором написано еще связь и не интернет. Вот это достаточно тоже новое граффити, как в одном пространстве, пометилось столько людей. И сейчас я вам покажу очень креативную мастерскую велосипедную. Раньше, когда я снимала, она была закрыта, а сейчас вот открыта. вот кожная мастерская, закрыта. Я не видела ни разу открытый, не попадая я в ее расписании. Здесь тоже было классное граффити, его уже полностью закрасили. Все меняется на глазах. То есть этот район можно посещать периодически, он не стоит на месте. Например, вот это граффити на стене его не было. Я его раньше не видела. Вот эта девушка уже давно здесь лежит, отдыхает, спит. Тут вообще уголок спящих. Еще один известный граффитист Лалоне. Похоже, какой-то мебельный магазин и различные, но он такой нестандартный, конечно. Тут все такое арт-арт. Сейчас вам еще покажу книжный магазин. Даже в таком районе бывают книжные магазины. Что очень необычно. Вон, видите, написано Су Либререя. Смотрите, ваше направление. Запоминайте улица Анна Берна с вот этой девушкой Фламенко. Идем прямо-прямо-прямо до самого конца и направо. Видите, слово Су находится в магазине книжный. Это работает все дни, кроме воскресенья. вакцинь. Ух, не жизнь. И тяжелый из вакцинь. Сценка из испанской жизни. Это одно из моих любимых граффити. Оно, конечно, больше похоже на картину, чем на граффити. Mi alma saluda tu alma. Моя душа здоровается твоей душой. Очень красивая девушка. И хочу вам показать одного известного персонажа. Камарон. Если вы знаете такого пицца фламенко Камарон для Лисла, который из провинции Кадис, то это он. Один из самых известных певцов фламенко. Послушайте его. Кто слышал фламенко, по-любому вы его слышали. Он очень часто играет везде. Очень обидно, что исчезают старые граффити. С этим исчезает история Малаги. Потому что было очень много известных персонажей, которых я сейчас вам показать не могу. И есть они на моем старом видео, которое снимала три года назад. Например, известный малагистик комик Чикито для Кальсада. Причем известный на всю Испанию. Все знают его фразы. Любое поколение. Также... Тут очень много мух. Это ужасно просто. Они ко мне все прилипают. А также здесь был уличный певец фламенко. Была ему посвящена граффити. Это уже реальный персонаж, который до сих пор жив. Вот. Вот такое количество людей тут ходят. Шумно. Нереально. Это точно про этот район. Можно сказать, его девиз. Я много раз видела в Малаге таких плакатов, что штраф 500 евро, 700 евро, 750 евро. А то, что не убираешь за своей собакой. Ну, ни разу не видела, чтобы кто-то это выполнял. В смысле, чтобы реально карали. Чтобы был этот штраф. И вот тоже еще одно из потрясающих граффиций в стиле фламенко. Внутри находится тоже галерея, которая с утра еще была открыта. Просто потрясающе. В этом году 50 лет со смерти Пикассо. Вот видите, граффити даже тоже в его стиле. Кто-то рисовал. Подписи не вижу. Знаменитый голод мира. Даже два на этом граффити. И в связи с этим в Малаге проходит очень много мероприятий. С октября месяца, посвященных Пикассо. Естественно, было года ему. 25 октября его день рождения. Каждый год проходят бесплатные мероприятия. Если вам это интересно, смотрите. Так как у него есть дом, где он родился. Два его музея в Малаге. Различные. Также другие культурные центры, где проходят мероприятия, посвященные ему различные лекции. Вот эта картина, которая, мне кажется, одной из самых впечатляющих у Пикассо. Лично для меня похоже на Гернику. Конечно, не совсем, но очень похоже, как изобразил Пикассо. И если вы хотите познакомиться еще ближе с его творчеством, очень рекомендую сериал «Гений Пикассо», в котором рассказывается о его жизни. Это мини-сериал. Примерно, по-моему, 10 серий, если я не ошибаюсь. Конечно же, расскажет больше всего о его личной жизни, какое количество у него было женщин, как они повлияли на его творчество и все такое. Ну, это действительно интересно, чтобы лучше его понять. Не могу не показать такую красоту. Путина находится в центре, тоже не в районе Лагунеес. Но это просто фантастика. Я вам обещала показать, как Малага готовится к Новому году и Рождеству. Сейчас такая чудесная эпоха, когда одни ходят в шортах и шлепках, а другие ходят в куртках, в пуховиках. Хотя на улице днем очень тепло, но утром и ночью уже может быть прохладно. Поэтому смотрите, замечательная елка испанская, каркас то, что надо прочный, ничего не упадет. У нас уже установили Рождественскую арку, только она пока еще не горит, но на солнце прекрасно сверкает. И 24 ноября будет торжественное открытие. Зажжение арки и, конечно же, музыка. А на различных улочках тоже уже висят фонарей. Это еще начало устанавливать в октябре, в конце октября. Мне до сих пор это странно. Знаете, когда днем на улице до сих пор 22-23 градуса и различные там стекля... Каркасные елки, бывают и искусственные, вот эти все новогодние атрибуты. И никак не вяжется. Это у меня с Новым годом. Нет снега, нет холода. И вот, смотрите, шорты. Ну, вот самая новогодняя погода. Что еще можно пожелать? Мы с Пикассо. Надеемся, что вам понравилась наша импровизированная прогулка. Эта персона очень популярная здесь. Очень сложно застать его у одного, что я села и пробилась среди туристов. Так что мы вам желаем приятного вечера. Адьос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!